Ведьма Он слушал Его сторожка врезалась в ограду И единственное окно его выходило в поле А в поле была сущая война Трудно было понять, кто кого сживал сосвета И ради чьей гибели заваривалась в природе каша Но судя по неумолкаемому зловещему угулу Кому-то приходилось очень круто Какая-то победительная сила гонялась за кем-то По полю бушевала в лесу И на церковной крыше злобно стучала кулаками по окну Метала и рвала И что-то побежденное выло и плакало Жалобный плач слышался то за окном То над крышей, то в печке В нем звучали не призыв на помощь, а тоска Сознание, что уже поздно, нет спасения Снежные сугробы подернулись тонкой ледяной корой На них и на деревьях дрожали слезы И по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица Из грязи и таявшего снега Одним словом, на земле была оттепель Но небо сквозь темную ночь не видело этого И что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега А ветер гулял как пьяный Он не давал этому снегу ложиться на землю И кружил его в потемках, как хотел Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался К чему клонилась вся эта вождя за окном И чьих рук было это дело Я знаю, бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем Я все знаю У окна на табурете сидела дичиха Раиса Ниловна Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете Словно рабея и не веря в свои силы Лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи Красивое, аппетитное рельефы тела На толстую косу, которая касалась земли Дичиха шила из грубого ряда мешки Руки ее быстро двигались Все же тело, выражение глаз, брови, жирной губы Белая шея замерли Погруженные в однообразную механическую работу И, казалось, пали Изредка только она поднимала голову Чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шеей Выглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель И опять скибалась над рядном Ни желаний, ни грусти, ни радости Ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом И ямками на щеках Так ничего не выражает красивый фонтан Когда он не бьет Ну вот, она кончила один мешок Бросила его в сторону И сладко потянувшись Остановила свой тусклый Неподвижный взгляд на окне На стеклах плавали слезы И белели недолговечные снежинки Снежинка упадет на стекло Сглянет на дичиху И растает Пойди, ложись Поворчал дичок Дичиха молчала Но вдруг ресницы ее шевельнулись И в глазах блеснуло внимание Савелий, все время наблюдавший Из-под одеяла выражение ее лица Высунул голову и спросил Что? Ничего Кажись, кто-то едет Тихо ответила дичиха Дичок сбросил себя руками И ногами одеяло Стал в постели на колени И тупо поглядел на жену Робкий свет лампочки Осветил его волосатое рябое лицо И скользнул по всклоченной Жесткой голове Слышишь? Спросила жена Сквозь однообразный вой метели А слышал он едва уловимый слухом Тонкий звенящий стон Похожий на зудение комара Когда он хочет сесть на щеку И сердиться, что ему мешают Это почта! Поворчал Савелий, садясь на пятки В трех верстах от церкви Лежал почтовый тракт Во время ветра, когда дуло С большой дороги на церковь Обитателем старошке Слышались звонки Господи! Приходит же охота ездить В такую погоду Здохнула дичиха Дело газенное Хочешь, не хочешь Поезжай Стон подержался в воздухе И замер Поехала! Сказал Савелий, ложась Но не успел он укрыться одеялом Когда его слуха донесся Явственный звук колокольчика Дичок тревожно всклинул на жену Спрыгнул с постели И перевалив с боку на бок Заходил вдоль печки Колокольчик прозвучал немного И опять замерз Словно оборвался Не слыхать Пробормотал дичок Останавливаясь Ищуря На жену глаза Но в это самое время Ветер стукнул по окну И донес Тонкий Звенящий стон Савелий Побледнел Крякнул И опять зашлепал пополу Босыми ногами Вот что кружит Прокрепел он Злобно косясь на жену Слышишь ты Вот что кружит Я знаю Я что я не Не понимаю Забормотал он Я все знаю Чтоб ты пропала Что ты знаешь Тихо спросил дичиха Не отрывая глаз от окна А то знаю Что все это Твои дела Чертиха Твои дела Чтоб ты пропала И метель это И почту кружит А это ты наделала Ты Песишься глупый Покойно Заметила дичиха Я за тобой Давно уж это замечаю Как поженился В первый же день Приметил Что в тебе Сучья кровь Тьфу Удивилась А Раиса Пожимая плечами И крестять Да ты перекрестись Дурень Ведьма Есть ведьма Продолжал Савелий Глухим плачущим голосом Торопливо сморкаясь Подол рубахи Хоть ты и жена мне Хоть и духовную званят Но я тебе и на духу Так скажу Какая ты есть Да как же Заступи господи И помилуй В прошлом годе Под пророка Даниилой Трех отроков Была метель И что же Мастер грец заехал Потом на Алексея Божьего человека Реку взломала И урядника принесло И зимой Перед Рождеством На десять мучеников В Крите Когда метель День и ночь Стояла Помнишь Писать предводителя Сбился с дороги И сюда собака попал И на что польстилась Тьфу, написано! Стоилось за него божью погоду мутить! Черняка, сваркун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая. Добро бы красивый был, а то тьфу, сатана! Личок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер и в потемках за окном опять зазвякало. И теперь тоже, продолжал Савельев. Не даром эта почта кружит. Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. Но обед знает свое дело, хороший помощник. Покрушит, покрушит и сюда доведет. Знаю, вижу. Не скоровешь, песова балабалка, похоть идельская. Как метель началась, я сразу понял твои мысли. Хм, вот дурень, усмехнулась дичиха. Что ж, по-твоему, по-дурацкому уму, я не насти делаю? Хм, усмехайся. Ты или не ты, а только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть, так и непогода. А как только непогода, так и несет сюда, кого не наесть безупца. Каждый раз так приходится. Стало быть, ты. Дичок для большей убедительности приложил палец к колбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом. О, бессумие! О, Иудина, окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей, а что если то были не мастер, не охотник, не писарь, а без своих образов, а? Ты бы подумала. Да и глупо же ты, Савелий, вздохнула Дичиха с жалостью, глядя на мужа. Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться. Из деревни, из выселков, из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам, ежели кто, раз в год в ненасти заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя мысли разные. Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренне равнодушный тон Дичихи совсем спил его с толку. Но, тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал, Не то, чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся. Почему такое? И пущай мы только грелись, а то ведь черта тешит. Нет, баба, хитрее вашего бабьего рода на этом свете и тварей нет. Настоящего ума у вас, и, боже мой, меньше, чем у скворца, за ту хитростью бесовской. Ух, спаси цариць невестная. Вон, звонит почта. Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал. На ведьмачила паучиха. Да что ты пристал ко мне, окаянный? Вышло из терпения Дичиха. Что ты пристал ко мне, смола? А то и пристал, что, ежели нынче ночью, не дай бог случится что. Ты слушай, ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в дядькова к отцу Никодиму и все объясню. Так и так скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Ха, желаете знать почему? Извольте. Так и так и горит тебе, баба. Не только мы на страшном судилище, но и все мной жизни наказано будешь. Не даром на счет вашего брата в требнике молитвы написаны. Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дичиха вскочила и тоже побледнела. Ради бога, пустите погреться! Послышался дрожащий густой бас. Кто тут есть? Сделайте милость, дороги сбились. А кто вы? Спросил Дичиха, боясь взглянуть на окно. Вот что! Ответил другой голос. Ах, не даром дьяволила! Махнул рукой Савелий. Так и есть, моя правда. Ну, гляди же ты мне! Дичок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом, дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура с головы до ног, облепленная снегом. За ней мелькнула другая, такая же белая. А дюкей уносить? Спросила вторая хриплым басом. Не там же их оставлять? Сказавший это, первый начал развязывать себе башлык. И, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобы швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, нездоровый, зашагал по сторожке. Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртючишке и в рыжих грязных сапогах. Согревший себя ходьбой, он сел на застол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное, с красными пятнами лицо носило еще следы только что перешитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, стающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво. «Собачья жизнь!» проворчал почтальон, вводя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. «Чуть не пропали!» «Коли б не ваш огонь, так не знай, что бы и было!» «И чима его знает, когда все это кончится!» «Конца края нет этой собачьей жизни!» «Куда мы заехали?» спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дичиху. «На гуляевский бугор в имении генерала Калиновского!» ответила дичиха, встрепенувшись и краснея. «Слышь, Степан!» повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. «Мы на гуляевский бугор попали!» «Да, далече!» произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и, немного погодя, внес другой тюк. Поменьше затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинах юдив у ложа Аллаферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сене, сел там и загорил тропку. «Может, с дороги чаю покушаете?» спросила дичиха. «Куда тут чаи распивать?» нахмурился почтальон. «Надо вот скорее к Грец доехать, а то к почтовому поезду опознаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы сделайте милость, дорогу нам покажите». «Наказал, бог погодой!» вздохнула дичиха. «Да, а вы же сами кто тут будете?» «Мы тут шли, при церкви. Мы из духовного звания. Вон мой муж лежит. Савелий, встань же, иди поздоровайся». Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. А ну, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать. А теперь без господ. Сам судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня, здесь Марковка, да и та за пять верст. Теперь Савелий за штаты и за место сторожа. Ему споручено за церквой глядеть. И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место. Не идет же он генеральше, потому что ленив и боится людей. «Все-таки мы духовного звания», добавила дичиха. «Чем же вы живете?» спросил почтальон. «При церкви есть сенокоси и огороды. Только нам от этого мало приходится», вздохнула дичиха. «Дядькинский отец Никодим, заведующий глаза, служит тут на Николу Летнего да на Николу Зимнего и за это почти все себе берет. Заступить некому». «Врешь!» прохрипел Савелий. «Отец Никодим, святая душа, святильник церкви, а ежели берет-то по уставу? «Ха-ха-ха-ха, какой он у тебя сердитый!» усмехнулся почтальон. «А давно ты замужем?» С прощенного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дичках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дичка в женихи прислали. И я и ушла. «Ага, стало быть, ты одной хлопушкой и двух мук убил», сказал почтальон, глядя на спину Савелия. «И место получил, и жену взял». Савелий нетерпеливо трыгнул ногой и ближе придвинулся к стене. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу. «Собачья жизнь», пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. «И лихому татарину такой жизни не пожелаю». Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий, да как уснувший почтальон мерно и медленно дыша при всяком выдыхании испускал густое протяжное кр-р-р-р-р-р-р-р. Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико, да шуршало по тюку вздрагивавшая нога. Савелий заворочался под идеалом и медленно оглянулся. Дичиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был Неподвижный, как у удивленного, испуганного человека «Ну, чего возрилось?» — сердито прошептал Савелий «А тебе что? Лежи!» — ответила дичиха, не отрывая глаз от белокурой головы Савелий, сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене Минут через три он опять беспокойно заворочался Встал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену Та все еще не двигалась и глядела на гостя Щеки ее побледнели и взгляд загорелся каким-то странным огнем Дичок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком «Зачем ты это?» — спросил дичиха «Чтоб огонь ему в глаза не бил» «А ты огонь совсем потуши» Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке Но тотчас же спохватился и всплеснул руками «Ну, не хитрость ли бесовская?» — воскликнул он «А? Ну, есть ли какая тварь хитрая бабьего роду?» «А, сатана длиннополая!» — прошепела дичиха, поморчившись от досады «Погоди же!» — и, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона «Ничего, что лицо было закрыто!» Ее не столько занимало лицо, как общий вид, навесна этого человека «Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две кулдышки Савелия» «Даже сравнивать было невозможно!» «Хоть я и длиннополый, нечистый дух!» — проговорил немного, постояв Савелий «А тут им нечего спать!» «Да, дело у них казенное, мы же отмечать будем! Зачем их тут держали?» «Коли везешь почту, так вези, а спать нечего!» «Эй, ты!» — крикнул Савелий в сене «Ты, ебщик, как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!» И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и вернул его за рукав «Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не того, спать не годится!» Почтальон скочил, сел, обвел мутным скалядом сторожку и опять слег «А ехать же когда?» — забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав «На то ведь она и почта, чтоб во благовремени поспевать! Слышишь, я провожу!» Почтальон открыл глаза, согретый и изнеможенный сладким первым сном Еще не совсем проснувшись, он увидел, как в тумане белую шею и неподвижный масляный взгляд дичихи Закрыл глаза и улыбнулся. Точно ему все это снилось «Ну, куда в такую погоду ехать?» — услышал он мягкий женский голос «Спали бы себе, да спали на доброе здоровье!» «А почта?» — встревожился Савелий «Кто же почту-то повезет? Мне же ты повезешь! Ты!» Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дичихи Вспомнил, где он, понял Савелия Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках Побежала из головы по всему телу холодными мурашками И он поежился «Пять минуток еще бы, можно поспать!» — зевнул он «Все равно опоздали!» «А может, как раз вовремя приедем?» — послышался голос из седей «Гляди, не ровет час и забуешь на наш счастье опоздать!» Почтальон поднялся И, сладко потягиваясь, стал надевать пальто Савелия, видя, что гости собираются уезжать Даже заржал от удовольствия «Ха-ха-ха! Помоги, что ли?» — крикнул ему ямщик, поднимаясь с пола тюк «Да-да-да, сейчас!» — дичок подскочил к нему И вместе с ним потащил на двор почтовую клашу Почтальон стал распутывать узел на башлыке А дичиха заглядывал ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу «Чаю бы попили!» — сказала она «Я бы ничего!» — «Да вот, они собрались!» — соглашался он «Все равно опоздали!» — «А вы останьтесь!» — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав Почтальон!» — развязал, наконец, узел И в нерешительности перекинул башлык через локоть Ему было тепло стоять около дичихи «Какая у тебя шея?» И он коснулся двумя пальцами ее шеи Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо «Какая?» — остались бы, чаю попили бы «Куда клонешь? Ты кутья с падокой!» — послышался со двора голос ябщика «Поберег, ладей, подряг!» «Остались бы!» — ишь, как воет погода-то И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяния молодого томительного сна Почтальоном вдруг овладелось желание, ради которого забываются тюки и почтовые поезда Все на свете Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он склянул на дверь Схватил за талию дичиху и уже нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь Как синяк застучали сапоги, и на пороге показался ямщик Из-за его плеча выглядывал Цавелий Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье «Все готово!» — сказал ямщик Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся И пошел за ямщиком Дичиха осталась одна «Что же? Садись, показывай дорогу!» — услышала она Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой Извиняющие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки Когда они мало-помалу затихли, дичиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой И шагая, как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом По минуту остановилась она и взглянула на свое жилье Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены И состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком Почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы От постели до двери, выходившей в холодной сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было да нельзя грязно, засалено, закопчено Так, что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую нежную кожу женщины Личиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и взорвать в пыль все это Но потом, словно испугавшись в прикосновении грязи, она отскочила назад и опять зашагала Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала, раздетая в постели Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы уязвить Ха, даром только выражила, уехал, сказал он злорадно, ухмыльнувшись Личиха молчала, только подбородок ее дрогнул Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена, пробормотал он, съеживаясь калачиком Личиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами Будет с тебя и место, сказала она, а жену поищи себе в лесу Какая я тебе жена, да чтоб ты треснул Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи Ну-ну, спи, несчастная я, зарыдала Дичиха Колебни ты, я может за купца бы вышла или за благородного какого Колебни ты, я бы теперь мужа любила Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод Долго плакала Дичиха, в конце концов она глубоко вздохнула и утихла За окном все еще злилась вьюга, в печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакала А Савелью казалось, что у него внутри и в ушах плачут Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками Поэтому уж он более не сомневался Но, к сугубому горе у него, эта таинственность, эта сверхъестественная дикая сила Придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее От того, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, гважа, неприступнее «Ведьма!» — негодовал он «Тьфу, противная!» А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка Затылка подержал в руке ее толстую косу, она не слышала Тогда он стал смелее и погладил ее по шее «Отстань!» — крикнула лада и так стукла его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok